Программа для активных Которые 80 лет учатся мотоцикл водить И с парашютом прыгать А все потому, что активным, молодым и красивым Можно быть в любом возрасте И в любой точке мира Как? Для этого и был создан В Кирове проект 50+, инициатором Которого стала наша радиостанция Совместно с правительством области Рассказывает министр спорта региона Георгий Барминов Когда у человека сформировалась привычка Какой-то активности В том числе физической Эту активность важно, правильно и нужно продолжать Тем более хорошим стимулом Для привлечения людей более старшего возраста Стало внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Появилось желание поддерживать себя в тонусе Выполнять эти нормативы Причем выполнять их не просто так А с получением знака отличия И есть примеры, когда мы награждаем людей Которым уже идет 9-10 лет Как раз с одной стороны Это желание быть активным Появляется какое-то определенное пространство Для общения И то, что мы помогаем оставаться в социуме Наверное, это тоже одна из тех важных задач Которую необходимо нам решать Фитнес, танцы, упражнения На свежем воздухе, скандинавская ходьба Все это впереди у кировчан и кировчанок Которые не собираются проводить свободное время Наедине со своим телевизором Подобные проекты существовали в Кирове и раньше Есть и сейчас три зала, где занимаются те, кому за 50 Но, по словам министра, этого слишком мало для большого и активного города Мы сталкиваемся с тем, что наши возможности Ну, практически полностью исчерпаны Мы имеем возможность предоставить площадки для занятий Только в определенный промежуток времени Он достаточно ограничен А хочется, чтобы было больше Мы реализуем данные программы Есть потребность определенная И то, что сейчас общественные объединения подключаются То, что бизнес начинает смотреть в эту сторону Как раз, наверное, это важный показатель востребованности данной услуги Вот и компания «Наналек» приняла участие в проекте Здесь не только лекарства производят Но и помогают жителям области быть здоровыми без них Поддерживая различные направления ЗОЖ Еще один из партнеров проекта «Вятка Банк» Предоставляет помещение для занятий танцами В центре местной активности Первомайского района На улице Профсоюзной 4, дробь 9 Скоро стартуют занятия и во дворце единоборств На улице Мира, 46 Организовать там группу помог депутат Кировской городской думы Дмитрий Никулин Подробнее об этом в следующих программах Принять участие в реализации проекта под силу каждому Кто-то, может быть, предоставит зал Кто-то подскажет хорошего тренера Или сам станет им для тех, кто хотел осуществить давнюю мечту Мечту о спорте О том, как просто реализовать свои мечты, когда тебе за 50 Рассказывала Мария Кожевникова 50 Плюс